Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок русского языка. Сегодня на уроке мы с вами повторим изученный теоретический материал о частице. Закрепим навыки правописания частиц в текстах различных типов и стилей. Произведем морфологический разбор частицы. Давайте прочитаем текст и ответим на вопрос. Слова какой части речи придают тексту живость, эмоции, выразительность? Неужели вы ни разу не видели радугу? Даже летом после сильного дождя не может этого быть. Я вам говорю, не может. Только увидев радугу, человек способен понять, как красива природа после дождя. Нет, все-таки мне жаль вас. Но выйдите в дождь на берег реки, не уходите ни в коем случае, даже если сильно промокнете. Вам обязательно повезет. Именно вам. Потому что вы умеете ценить красоту. А главное, сделали все так, как я сказал. Слова какой части речи придают тексту живость, эмоции, выразительность? Я уверена, что вы ответили правильно. Это частицы. Вы догадались, какова тема нашего урока? О чем мы сегодня будем говорить? Употребление частиц в речи. Мы, промолвила частица, можем с каждым подружиться. Как известно, текст состоит из предложений. Но в языке нет готовых предложений. Мы каждый раз их строим заново. Выразить свою мысль в тексте можно по-разному. Разными языковыми средствами. Что и отличает один стиль речи от другого. Частицы употребляются во всех стилях речи. Но чаще всего в разговорном, художественном, публицистическом. Мы с вами прочитаем фрагменты текстов, в которых используются разнообразные частицы. Ваша задача – определить, какие частицы характерны для текстов публицистического, художественного, разговорного стилей. Готовы? Алеша, дорогой, какая встреча? Как мы давно не виделись? Неужели прошло два года? Надо же! Разговорный! Наступила весна. Вот уже кое-где мелькает еле заметная травка. Вон возле ствола осины папоротник вылез. А среди старых пеньков желтеют корзиночки мать и мачехи. Художественный! Как прекрасен наш язык! Русскому языку можно учиться всю жизнь. Да так до конца и не выучиться. Это же стихия. И она, как любая стихия, необъятна. Публицистический! Ветра нет. Нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движения и ни шума. Как ни всматривался, я не мог ничего различить, даже на небольшом расстоянии. Художественный! Мой друг уехал в экспедицию. Неужели он скоро вернется? Вряд ли! Разговорный! Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. Именно по тому, как человек говорит, мы сразу же можем судить о том, с кем имеем дело. Да, учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно, прислушиваясь, запоминая, замечая и изучая. А теперь немного фактов. Знаете ли вы, в одном из словарей русского языка имеются таблицы, в которых отражено распределение более 121 тысячи слов по частям речи. При подсчетах обнаружено, что среди этих слов глаголов 37 319, существительных 56 332, прилагательных 24 786, местоимений 93, числительных 117, наречий 1916, предлогов 141. Союзов 110, междометий 341, частиц 149. Несмотря на то, что частицы находятся далеко не на первом месте, думаю, вам будет интересно узнать и другие данные. Существует частотный словарь современного русского литературного языка. В нем отобрано 2500 слов. По его подсчетам, к 50 наиболее употребительным словам русского языка относятся такие. И в, на, не, не, я, что эс, этот, быть, а, весь, а, не, она, как мы, к, у, ты, за, тот, о, вы, но, из, о, свой, же, сказай, так, один, вот, который наш только еще, от. Такой, мочь, говорить, для, уже, знать, да, какой, когда, другой, первый, ребята, чтобы. Наиболее употребительных слов. Эти данные позволяют нам сделать вывод о том, что частицы очень употребительны в нашей речи. Они придают ей эмоциональность, выразительность, естественность. Проведем эксперимент. Прочитайте стихотворение Тургенева «Вариации». Вставьте подходящие по смыслу частицы. Сравните свой вариант текста с авторским. Завершим наш урок грамматической работой. Проведем морфологический разбор частицы как части речи. Морфологический разбор частицы несложен. План разбора. Часть речи. Ее общее значение. Разряд частицы. Слыхали ли вы за рощей глаз ночной? Певца любви, певца своей печали. Ль – частица. Дополнительное значение вопроса. Разряд – модальное. Давайте подумаем. Важны ли частицы в речи? Ответьте на этот вопрос, написав небольшой текст о роли частиц в нашей речи. Вы молодцы. Хорошо потрудились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова